В России создадут суперприцел для борьбы с беспилотниками. В России ведутся разработки новейшей оптической системы для борьбы с беспилотниками. Об этом в субботу, 24 марта, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник. Сейчас создаются электронные системы для того, чтобы засекать планы серьезном отдалении и своевременно уничтожать. Это оптико-электронные комплексы, которые имеют очень хорошие показатели по дальности распознавания, точности координат, пояснил собеседник агентства. Он отметил, что подобные комплексы можно будет устанавливать на корабли, бронеавтомобили и другие платформы. Уже созданы опытные образцы таких систем, добавил источник. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что перспективные комплексы противодействия применению ППЛА уже начали поступать в войско, передает РИА новости. Расширение масс штабов использования беспилотных летательных аппаратов и затрудненность их поражения существующими средствами ПВО требует создания эффективной системы противодействия. Разрабатываются и начали поступать в войско перспективные комплексы противодействия применения ППЛА, в том числе основанные на новых физических принципах, сообщил он в ходе военно-практической конференции в Военной академии Генштаба. 23 марта в сети появился ролик, посвященный новейшему российскому оружию, который президент страны Владимир Путин представил в ходе послания Федеральному собранию в начале марта. В короткой анимации, в частности, рассказывается о возможностях Кинжала, Сармата и Авангарда, а также о подводном беспилотнике Посейдон, боевом лазерном комплексе Пересвет и крылатой ракете с ядерной энергоустановкой Буревестник. Больше важных новостей в телеграм-канале Лента Дня. Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявления сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.